Ну а перед началом этого видео я хочу вам сказать, что я очень запарился над этим видосом, он у меня очень долго не мог получиться, я его записывал три раза, то у меня стиралось видео, то ещё что-то, то у меня не получалось и получалось очень большое видео, мне пришлось его удалять. Короче, я очень запарился, так что, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк, ну а мы начинаем. И на извинение того, что я записываю без голоса, во-первых, а во-вторых, сделал много чего за кадром, это спойлер превьюшки Бэдвардс, которая будет новым видео, погнали. И всем привет, с вами Крепер, и как я уже сказал, это видео очень запарное, я также у меня удалилась запись моего голоса, из-за этого будет озвучка, извините, следующее видео, конечно же, будет с голосом. Это очень сложное видео, я очень много сделал за кадром, потому что, ну, типа, у меня вообще не получилось поставить голос, у меня много видео не записались, много видео у меня просто были большими, и мне пришлось их удалить, потому что у меня бы просто памяти не хватило, часовые видео сохранять. Вот, из-за этого, вот что я сделал, и как бы, да, конечно же, меч очень крутой, и вот, и я на него решил бахнуть улучшение и всякое такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот у меня получился меч на 18,5 урона, также я хочу его улучшить, потом добавив на него много зачарований, у него очень большая скорость атаки, так что очень крутой меч. Также тут есть радиус атаки, который мне тоже надо прокачать, и он прокачивается в точь-в-точь так же, такие же вещи, и всё остальное надо выкладывать на вот эти вот фигни. И сейчас мы это сделаем. Раз, два, три. И вот я это уже сделал, вот они у меня все вещи, сейчас мы их разложим, и делаем улучшение на этот меч. Субтитры сделал DimaTorzok И вот новое улучшение уже сделано, эти радиус атаки можно так же изменять, и мы можем изменить его прямо сейчас, нажав на определенную кнопочку. Также я решил его протестить в ваду. И охренеть этот меч с припрыжкой просто убивает с первого удара пиглина. И охрененный меч вообще. Также я решил себе скрафтить виверновую кирку. И я её скрафтиваю, вместе с ним скрафтил два улучшения, которые я добавлю на эту кирку, и так же всё для того, чтобы улучшить это. То есть вот эти материалы, которые я сейчас ставлю на вот эти вот инжекторы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И эта кирка была просто офигенная. Она могла отфильтровывать вещи, которые мне не надо добывать, и она бы их просто удаляла в никуда. Так же она может копать 3 на 3, и ещё много всего разного. Так же у неё большая скорость копания, и много всего такого. И так же она не ломается, её просто надо заряжать. Она разряжается до минимума, и всё. И мы просто погнали копать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И я всё покопался, и так же я решил себе зачаровать эту кирку, чтобы она была ещё более круче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но пока что я ничего другого себе не смог найти нормального, и из-за этого я решил зачароваться в следующей серии. Так что, ребята, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока. И поставьте лайк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА